Виртуализация реставрации из VitaEnamic с помощью светоотверждаемого композита VMLC Flow. Для гибридной керамики VitaEnamic очень важно соблюдать правильное протравливание поверхности, чтобы добиться прочной связки между реставрацией и материалом VitaVMLC. Вы должны следовать указаниям, приведенным в рабочие инструкции. Первый шаг – мы наносим моделировочную жидкость. Дальше на режущий край мы наносим массу ИИ9. Эта масса имеет голубой оттенок, как раз подходящий для режущего края. И сейчас вы можете видеть очень важное преимущество данного материала. Он остается на месте. Вы можете нанести массу, и она останется точно на том же месте, где вы ее нанесли. Она не начнет оползать. Также вы можете использовать кисточку, немного намочить ее и переместить массу на нужное вам место. Вторая масса ИИ1 – материал для воссоздания эффектов эмали, дает беловатый оттенок. Я ее использую для создания маленьких трещин и линий на режущем крае, или для структуры мамелон. Следующий слой – масса виндоу. Я наношу ее на режущий край. И это новая масса, большое преимущество которой – стойкость к стиранию. Так что вы можете смело ее использовать по всей поверхности. И последний материал – это NT, нейтральная прозрачная масса, с ее помощью я завершаю форму. Дальше мы переходим к аппроксимальным контактам. Здесь я всегда использую NT, и затем фиксирую с помощью лампы. Последним шагом я наношу гель. Если я использую этот гель, то после фотополимеризации у меня отсутствует ингибированный слой, а это значит, что у вас не будет липкого слоя. Следовательно, в конце вам будет намного легче полировать реставрацию. И это сделано легче для формирования и скрытия вашего края. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok